МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Хелена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Сразу в четырех городах края, где еще планируют провести митинги против роста коммунальных тарифов. Есть ли шанс доделать объект чуть раньше, а также о том, как продолжается работа на путепроводе на новом рынке? Канализационные истоки прямо возле дома. Неприятная история с душком. Митинг против роста коммунальных тарифов могут пройти сразу в четырех городах края. В двух из них, Рубцовский и Камни-на-Аби, местные администрации мероприятия уже согласовали. В Барнауле мэрия еще не дала ответа. В Бийске чиновники упорно не разрешают проводить протестную акцию на главной площади города. Но и организаторы митинга из Наукограда не уступают власти. Сегодня они подали третий по счету иск, а точнее апелляцию в суд, на этот раз уже в Краевой. И накануне уведомили администрацию о новой дате протеста. Заседание Краевого суда состоится завтра, 2 февраля. Организаторы надеются, что суд второй инстанции, в отличие от Бийского, вынесет положительное решение. И митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ состоится таки в центре Наукограда, а не у льнокомбината, как предлагают власти. Но в то же время, независимо от судебного вердикта, подчеркивают активисты, рано или поздно протест все равно состоится. Так, накануне в администрацию Бийска они отдали новое уведомление об организации мероприятия уже 12 февраля. Это ждут от нас граждане, что мы этот митинг соберем. Соберем его законно, чтобы граждане, которые на него пришли, уже не к каким-то административной ответственности не подвергались. Поэтому это наша функция, и мы обязаны это сделать. Добавим, депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова в своем телеграм-канале сообщила, что 12 февраля митинг против роста тарифов пройдет также в камне на Аби. Там администрация уже согласовала его проведение. А в это воскресенье, 5 февраля, массовая акция состоится на набережной в Рубцовске. И там мероприятие власти разрешили. А вот организаторы митингов в Барнауле еще ждут ответа от мэрии. Предварительное мероприятие запланировано на 12 число. Жители Волчихи собираются провести митинг. Показать свою сплоченность, но перед общей бедой, плачевным состоянием медицины в муниципалитете. Врачей не хватает, и люди боятся болеть. А последней каплей людского терпения стала смерть 7-летнего мальчика, который поступил в больницу с ангиной. Подробности народного восстания выясняла наша съемочная группа. Я думала, вот у нас случилась такая трагедия. Они там должны не один врач дежурить, а несколько. Врача не оказалось. А вот как раз перед этим была смерть мальчика. У нас гинеколог приезжает на вызов к ребенку по вопросам заболеваний. У нас стоматолога вызывают накладывать швы, потому что у нас нет хирурга. Об ужасном состоянии местной медицины готов говорить, кажется, каждый житель Волчихинского района. Похоронив 7-летнего мальчика, который умер на той неделе в больнице, люди создали чаты в мессенджерах и начали объединяться с одной целью – изменить положение дел. Корень зла они видят в главвраче. Жители недовольны чем? Конечно, конечно, я скажу, главный врач всегда виноват во всех ситуациях. Естественно, смерть ребенка – это страшно, потому что много мам. Естественно, плохо, что у нас нет достаточного количества тех специалистов, которые могли бы оказывать помощь. Но разве это только у нас? По словам главврача, она делает все для привлечения кадров. Но получив миллион, мало кто хочет задержаться в селе. Неправда. Очень много хороших врачей повыжили. У нас хирургов нет. Анастасия Сергеевна педиатра. Андрей Ханзинович, там много народу. Они все в соседних. Мальчик хороший педиатр был, кореец. Специалисты, которые в райбольнице работали, они ведь далеко не уехали. У некоторых остались даже дома, жилье. Они в пятницу приезжают домой, а в понедельник утром уезжают. У Новичиху, в Егорьевку. Люди жалуются и на неверные диагнозы. Так в 2004 году дочери Татьяны поставили страшный диагноз – ВИЧ. В 17 лет нам выписывали лекарство, которое вызывало рвоту по носу. Она таяла на глазах у меня, дочь. Вскрытие показывает, нету у нас ВИЧа. Вот она. А у нас все органы отказали. А у нас его нету. Я два года терпела вот с этим. Вот с этой болью хожу. Я вся седая стала за 17 лет, что она ей диагноз поставила. Вот это как. Другая жительница рассказывает, как врачи не могли 4 месяца поставить диагноз ее двухлетнему внуку. В Барнауле нам поставили никакие не глисты. У нас было связано заболевание с печенью. За Волчихой поднимаются и другие села. В Островский ФАП развален, Солоновская поликлиника понижена до ФАПа. Часть из жителей признает, что проблема не в местных медиках, а в самой системе здравоохранения. И даже встают за врачей. Я считаю, и это не только мое мнение, что врачи здесь запуганы. Работать где-то надо. У людей кредиты. Естественно, они против нее. Но, насколько я знаю, плачут от нее многие. Всегда, когда нехватка специалистов, большая нагрузка, ну, нормально работает. Нормальная нагрузка вполне. А как под руководством главного врача работаете? Прекрасно. Я не обижаюсь вообще. Вы готовы покинуть свой пост? Ну, сейчас уйти, это значит сдаться, это значит сказать, да, я такая плохая, да, выгоните меня. Мы будем доказывать свою правоту всем своим коллективам. Мы пишем письмо, и там будут подписи, которые не голословно будут сказаны. И мы его передадим в прокуратуру, это да. Свои подписи жители Волчихинского района тоже передадут в прокуратуру. Нас народ не слышит. И не хотят слышать. Кроме того, 12 февраля люди проведут митинг за отставку главврача. Туда заявлено 500 человек. Активисты народного движения признаются, что переживают за себя и за своих детей. Но перспектива жить в районе без медицины куда страшнее. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Зарплата начислена верно, а вот санитарно-эпидемиологический режим нарушен. Краевой Минздрав нашел нарушение в Локтевской центральной больнице после проверки. Напомним, на прошлой неделе районная больница оказалась в центре скандала. Фельдшеры отделения скорой помощи пожаловались на низкие зарплаты и условия работы. В Локтевской больнице специалисты Алтайского края здраво работали два дня. Изучили документы по оплате труда, осмотрели помещения и автомобили скорой помощи. По итогам проверки обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического режима и нерациональное использование карет скорой. Руководство ЦРБ уже приступило к устранению нарушений. К другим темам. Промышленный туризм в тренде. В России он появился в 30-х годах 20-го века, а в 21-м получил новый виток развития. Сейчас желающих узнать секреты производства и историю ныне действующих или уже давно заброшенных предприятий много утверждают эксперты. Насколько востребован промышленный туризм в Алтайском крае? Есть ли у него перспективы? Расскажем далее. За моей спиной дрожжевинокорийный завод Зверева постройки 1914 года. Там кожевинный завод. Было бы очень интересно посетить такие места. Интерес к историческим зданиям, в том числе тем, где когда-то кипела трудовая жизнь, только растет, отмечает краевед Евгений Кученев. Сам неоднократно бывал и на спичке, и на территории дрожжевого завода. Сожалеет, что промышленная история Барнаула с необычной архитектурой все чаще выглядит как дрожжевой завод. Фасад в плачевном состоянии, окна разбиты, но интереса стороны людей от этого не меньше. Правда, чтобы провести экскурсию на территории, придется сильно постараться. Здание под охраной. Наладчик при подготовке работы выбирает необходимый инструмент. Видите, вот он там закреплен. Попасть на это предприятие тоже не так-то просто. Но экскурсии на роторе на недействующем заводе проходят довольно часто. Прежде всего для школьников часто под промышленным туризмом и подразумевают профориентационный. Такие предприятия, как мы, предприятия оборонного промышленного комплекса, в какой-то степени должны быть открыты для промышленного туризма, который предполагает именно для нас, по нашей направленности, это экскурсии и все мероприятия, которые касаются привлечения молодых специалистов, начиная со школьной скамьи в реальный сектор экономики, в промышленность края. Нам, допустим, рассказывали историю, меня очень сильно заинтересовало, как, допустим, во времена, когда был распад СССР, мне было интересно, как выживал завод. В принципе, для меня вот это вот все, это, ну, что-то новое. Я бы очень хотела побывать еще на каком-нибудь таком предприятии. По данным Министерства промышленности региона, для проведения экскурсий, как для учащихся, так и для официальных делегаций бизнес-партнеров, а партнерское, еще одно направление развития промышленного туризма, открыты большинство промпредприятий региона. И Барнаултрансмаш, и Алтайвагон, и завод механических прессов, и бийский олеумный, меланжест, Алтай, и русская кожа, Барнаульский пивоваренный, и новоалтайский маслосырзавод, перечислять можно долго. Правда, добавляют управление по развитию туризма целевая аудитория таких экскурсий. Школьники, студенты, потенциальные инвесторы, журналисты и блогеры, которым, к слову, хочется не только увидеть, все своими глазами. Возможно, какие-то мастер-классы, то есть попробовать что-то сделать, или там поучаствовать, нажать, допустим, на ту же кнопку, увидеть, как это все работает. Опять же, сделать там какие-то фото, видеоотчеты для себя, чтобы это все было возможно. С этим сейчас довольно сложно. Если предприятие большое, действующее, там, как правило, съемку либо ограничивают, либо полностью запрещают. Но даже эти факторы не снижают интереса у потенциальных туристов. Хотя прийти абсолютно с улицы любителю промышленности вряд ли удастся. А вот чтобы как можно больше предприятий распахивали свои двери, их нужно замотивировать. Очевидно, что основным мотивом для организации развития промышленного туризма может служить дополнительная прибыль и возможность позиционировать деятельность предприятия. Особенности технологии выпускаемой продукции на более широкую аудиторию. Многим предприятиям для развития туризма добавляет ведомство не хватает технических ресурсов, кадров и условий, чтобы при посещении заводов и фабрик людям было не только интересно, но и безопасность при этом им могли обеспечить. Но в целом перспективы у промышленного туризма региона есть. И это, пожалуй, общее мнение и Управления по туризму, и Министерства промышленности, и тех же краеведов. Ведь если есть спрос, значит и предложение точно будет. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Готовь сани летом, а суда зимой. 120 миллионов рублей выделили из федерального и краевого бюджета на ремонт и содержание судов и водных путей. Старт навигации планируется через три месяца, однако подготовка идет полным ходом. Подробнее далее. Перевозить груз не автомобильным путем, а водным. Такие планы у Министерства транспорта на ближайшее время. Что касается этого года, то навигация начнется 26 апреля. Хоть до сезона еще три месяца, команды уже активно подготавливают теплоходы к работе. Запланировано на международный период 2022-2023 года 37 единиц флота. То есть порядка 16 единиц флота у нас уже отремонтировано. На сегодняшний день в ремонте в активном находится 10 единиц флота. На территории на сегодняшний день выполняют ремонтные работы 42 человека. У водного транспорта края меняют проводку, двигатели, пульт управления и варят корпус. Сейчас мы подводными занимаемся работами, корпус меняем и вот винтеролевой комплекс это называется у нас ВРК. Винты меняли, насадки, втулки все тут, ну всю подводную часть. Судно, кстати, оно это, как у меня практика началась в 80-м. Судно 80-го года выпуска. Ему уже 42 года, так что металл за 42 года уже пришел в негодность. У речной отрасли стоит задача перевести водным транспортом свыше миллиона тонн груза за сезон. Кроме технического ремонта деньги пойдут и на решение острое для сферы проблемы обмеление. Объем дно углубительных работ составит почти полтора миллиона тысяч кубических метров. Дмитрий Дроздов, День с толком. Жители многоэтажки в центральном районе города бьют тревогу. Люди возмущены канализационными стоками возле своего дома. Мало того, что канализация течет по улице и доставляет неудобства, так еще и продукты жизни и деятельности уверены жители, могут привести к экологической катастрофе, попасть в Барнаулку и ОПЬ. Наша съемочная группа побывала на месте, попыталась разобраться в экопроблеме. Вот колодец, который забит. Все стоки шли в подвал дома. Но теперь подвала нет, все вышло наружу. Дрожж-завод закрылся, аварийные дома снесли, коммуникации убрали. Канализационные стоки всплыли на поверхность. Отнюдь не на радость местным жителям. Уже лужа увеличивается, увеличивается. Она течет теперь наружу все. А дальше пойдет куда? Дальше пойдет к Барнаулке. Больше некуда. И мы будем ходить по этим стокам. Эта тропинка единственная пешеходная, по которой ежедневно вынуждены ходить местные жители. И сейчас делать это вполне себе нормально. Но уже весной людям придется пробираться к остановке общественного транспорта по колено в продуктах жизнедеятельности. Мы идем этой тропиночкой, идем к мостику, через мостик, идем дальше к трамваям, к автобусам. А другой дороги у нас нет. Люди неоднократно штурмовали администрацию. Писали властям, что проблема не просто локальная, а глобальная. Ведь канализация с потеплением попадет в Барнаулку. А после с большой вероятностью вопь. Я считаю, что это экологическая катастрофа, потому что так нельзя, и это надо устранять. Мы писали в администрацию, но пока результатов никаких нет. В администрацию района мы обращались, получается, где-то прошлой весной или в начале лета. Они писали запрос, насколько я знаю, в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. Там был получен ответ, что какие-то работы ведутся, но нас в них не просвещают. Кстати, жители дома на Амамонтово-309 уже много лет испытывают трудности с предоставлением услуг ЖКХ. Сначала замерзали в квартирах, теперь вот вынуждены бороться с канализационными стоками. К проблеме подключился Народный фронт. Централизованная система фактически отсутствует. Сейчас нарушена в том числе система, так скажем, промежуточного слива. А вот, по сути дела, эти дома аварийные. И мы сейчас видим на поверхности выходы, по сути дела, сточных канализационных. Многоквартирный дом у нас централизованно обеспечивается водоснабжением. Соответственно, должна быть система водоотведения. Это уж точно перерогатива муниципальных органов власти. Они должны принимать решения. Общественники и жильцы будут обращаться в Росприроднадзор и Природоохранную прокуратуру. Они надеются, что надзорные службы смогут побудить муниципалитет основательно взяться за проблему. В противном случае, следующий сюжет наверняка будет о загрязнении водных артерий города. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Идут в графике. Срок завершения строительства моста на новом рынке в Барнауле не поменялся. Это по-прежнему ноябрь 2023 года. Информация была озвучена в рамках выездного совещания с представителями власти города и подрядчика. Но многие горожане по-прежнему волнуют вопрос, есть ли шанс доделать объект чуть раньше. Ответ на этот вопрос тоже прозвучал. Даже новогодние каникулы не стали причиной остановки работ. На отдых отвели всего три дня и стройка продолжилась. На однопролетном путепроводе строители уже возводят опоры, которых на этом участке будет две. На первое и четвертое сейчас испытывают грунт. На прочность, говорят, результат положительный. Скоро субподрядчик приступит к укреплению грунта. Кстати, все металлоконструкции для будущего моста уже привезены к краевую столицу и находятся на площадке. По графику у нас на апрель месяц запланирован уже монтаж пролетных строений и маленького путепровода железобетонных строений и большого путепровода по монтажу металлических пролетных строений. Конечно, горожане по-прежнему говорят о неудобствах, которые приходится испытывать из-за ремонта. Но многие уже смирились и ждут окончания строительства. Здесь важно, как в ремонте, в жизни. Делаешь в квартире ремонт, испытываешь неудобства. Но зато, как только это сделал, все получается хорошо и здорово. Насколько будет хорошо и здорово, автомобилисты и пешеходы смогут оценить уже к ноябрю. Хотя, возможно, и раньше. По контракту у нас ввод объекта в эксплуатацию ноябрь месяц. Попробуем рассмотреть. Я думаю, где-то может быть, ну, в конце февраля, в начале марта какую-то подвижку и в сторону ускорения. Это зависит тут от поставщиков. Ну, много-много от чего зависит. В числе причин также выделение железнодорожниками производственных окон только в ночное время. График работ субподрядчиков. Факторов много. Но к сроку мост будет готов, уверен Вячеслав Франк. Как и в том, что новая транспортная артерия порадует всех жителей и гостей Барнаула. Татьяна Голубева, День с Толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Ну, а я напомню, телефон нашей редакции 205-545. Обязательно звоните. Смотрите нас в социальных сетях на YouTube и RuTube-канале. Ну, а далее о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok